Всем привет! Сегодня у нас 20 апреля. Продолжаем работы в теплице. Пришло время уже рассаживать томаты, потому что сидят они вот в этих вот мензурках и уже говорят, что нужно их пересаживать. Прямо срочно-срочно нужно все пересаживать. Здесь в каждой ячейке свой сорт. Некоторые уже такие вот совсем какие-то вялые, квелые. Поэтому надо вот обязательно на сегодняшний вечер рассадить томаты, пока в теплице тепло. За день все нагрелось, поэтому как раз нужно этим заняться. Во что буду рассаживать? Рассаживать буду и вот в такие стаканы, соответственно, в 500 миллилитровые. Очень удобно, хорошо в них все растет. И во что еще буду рассаживать? Сейчас вам тоже покажу. Вот такие вот стаканчики. Ну здесь 200 миллилитров. Тоже в них вот. Потому что мне столько, конечно, нам именно столько не надо. Как бы остальное, может быть, пойдет на реализацию, если получится. Конечно, мы даже начали эти листочки подваливаться. Видите? Потому что все стоит на подоконнике. На подоконнике жарко. Надо, надо, надо все браться. Какие сорта? Я сейчас вам тоже хотя бы немного скажу. Какие сорта у нас здесь посеяны. Тетрадка. Какие сорта? Чудо земли, гвидон, карнабель, юбилейная тарасенко, интуиция, евпатор, ассоль очень хорошая, черри желтые, инжир красный, сержант пеппер, черри, золотой фейерверк, смуглянка, банан розовый, крем-торт, минусинский, японка, русский размер. Вот такие вот томаты. Это только части. Еще есть дома. В одной ячейке там сидят. Там сливки сидят. И еще тоже несколько сортов. Мы выписывали у Анжелы канал Доброе Сердце. У нее очень хорошие томаты, поэтому там еще кое-какие ее томаты. Ну и здесь тоже ее томатики есть, поэтому сейчас беремся, все пересаживаем, рассаживаем. Грунт уже заготворен заранее. Хороший такой вот и своя земля, и немного почвы брикета. Сейчас вам тоже покажу. Вот такой вот грунт. Если видно, конечно, я не знаю, то ли видно, то ли нет. Но должно быть видно. Добавляю вот такой вот перлит. Это покупали в Светофоре. Очень дешево, то ли 80 рублей, то ли сколько за 5 литров. Очень выгодная покупка. Поэтому сейчас быстренько берусь и, в общем, рассаживаю томаты. Приступаю к пересадке. Вроде все готово. Постепенно сейчас начнем. Стаканчик. Набираю грунт. Чтобы поменьше, чтобы не на корень вошел. Немного проливаю водой. Чуть-чуть так вот все смачиваю. Так, ну и сейчас будем постепенно доставать томаты. Первый пошел у нас русский размер. Корешки-то не очень-то большие как-то. Такие вот совсем махонькие корешочки. Ну ничего, подрастет. Сейчас теплица все попрет расти. В общем, пересаживаю. Немножко заглубляю. Так вот. Все по-простому. Есть на некоторых каналах, там люди постоянно подкармливают. Просто постоянно все кормят и кормят у них. Что ни видео, то подкормки. Не буду на завязать канал, потому что мне потом опять напишут, что какое ваше дело. Ну вот просто есть такие вот. Много подписчиков. И там постоянно каждое видео подкормка. Все кормят, 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 кормят. Наверное, просто вот, я не знаю, наверное, столько много времени у человека. Тут как бы особо времени нет. Ну, я не считаю, что что-то как-то совсем плохо растет. Нормально все. Сейчас вот утеплится, все быстро прям пойдет в рост. Потому что на подоконнике не совсем все хорошо. Так вот. Вот они постоянно там подкормка. Сегодня подкормка одного, завтра второго, третьего, двадцатого. У обычных людей, у них просто нет времени. Вот надо это на все, потому что прибегаешь туда-сюда. Какая тут еще подкормка. А вот там постоянно кормят. Постоянно, каждый день. Все видео то с ложкой, то с поварешкой. То есть еще с какой-то черпалкой. И постоянно кормишь какая-то. Так, ну вот. Один томат есть. Так, второй я пересажу. Такой стаканчик. Небольшой. Или пересадите большой. Что-то я не знаю. То ли большой, то ли. Наверное, большой тоже пересажу. Большой. Сейчас пересадим. Русский размер все-таки очень хороший. Это сорт у Анжелы. Семена эти выписывали. Канал Доброе Сердце. Такие у меня хорошие томаты. Там просто кисти такие. Прямо заваливались. Ломались от веса томатов. Такие хорошие томаты. Вот так вот. Выбираем. Пересаживаем. И проливаем все. У нас как бы еще до высадки томатов именно в теплицу целый месяц. Мы только 15 мая где-то высаживаем в теплицу томаты. До этого времени у нас холодно еще. Холодина. Тут недавно было минус 16 ночью. Сейчас по прогнозу ночами будет до минус 3. Но это еще не так страшно. Можно все прикрыть. Как бы день. Теплица нагревается. Потому что томаты будут оставаться в теплице. Они никуда не пойдут. Ни на какой подоконник они будут сидеть в теплице. В таких вот суровых условиях. Так вот. Похлопываем. Чтобы почва собиралась. Ну и вот хорошо. Все получается. Вот такой вот томатик веселенький. Все нормально с ним. Так сейчас подпишу. Эти самые этикетки. Чтобы не перепутать ничего. Но в принципе и все. Все томаты буду так вот пересаживать. Процесс идет. Насыпаю. Всю землю. И постепенно пересаживаю. Пересадил. Минусинский вот такой вот томат. И японку. Тоже вот такие вот томатики. Ой. Что показывал вам. Японка. Вот она наверное. Да. Вот такие вот томаты. Показываю совсем не то. Так. Ну и вот. Следующий идет у нас крем торт. Вот видите. Все здесь в корешках. Здесь наверное просто. То ли света было мало. Вот именно крайний был совсем такой. Не очень хорошая корневая. Вот здесь прям вот. Видите. Все. Все в корнях. Все хорошо. Ух ты. Сейчас разделяю на три штучки. И рассаживаю по стаканчикам. Так. Вот этот тут. Большой. Ножу поливаю. Так. И все засыпаем землей. В ведерке удобнее, чем на полу. Хорошо, когда вот заготовлена заранее земля. Потому что это прям облегчение. Можно заглублять, можно не заглублять. Некоторые, которые отпадают. Вот эти семидольные я заглубляю. Которые нет. Так. И высаживаю. Так. Ну вот один. Большой. И два маленькие. И стаканчики. Набираю. Некоторые. Ну так вот на бок. Как бы землю. Скатывают. И пересаживают. На бочок называют. Кому как удобно. В общем-то он тот так и делает. Завтра у нас тут потеплеет. Хорошо будет. Вообще плюс 18. Но по прогнозу дождь не знаю, будет, не будет. Посмотрим, как будет. Вот так устараюсь. Побыстрее, конечно, чтобы успеть. Теплица все-таки не обогреваемая, не отапливаемая. Все быстро выхолаживается. Поэтому надо успевать. Пока сейчас еще 20 с небольшим градусом теплица. Тепло надо успеть. Все томаты рассадить. Так вот проливаю. И опять засыпаю. Стаканчики выписывали вот эти на Вауберисе. Наверное 240 рублей. 200 штук. Тоже выгодно. Хорошо. В принципе все целые. Немножко вот одни были вот такие вот. Как бы немножко они... Сейчас покажу тут. Были погнутые вот такие вот. Ну, это еще нормально. Они как бы не ломанные. Просто немножко погнутые. Ну все. Вот сейчас осталось только наклейки сделать. Что, какой сорт. И все. Так вот быстро идет пересадка. Приступаю к пересадке второй ячейки. Здесь сначала вообще плохо так сходили томаты. Инжир красный и сержант пеппер. Но потом... В общем, зашло и первое. То, что сеяли. И то, что второе. Тоже все повсходило. И пересаживать. В общем, все. Что зашло. Здесь, наверное, по пять штук каждого получилось. Теперь сорта. Вкусные томаты. Вот сержант пеппер. Очень вкусные. Инжир красный. Первый раз попробуем. Это тоже у нас от Анжелы. Сорт. Так, ну и вот. Сейчас буду тоже уже собирать томаты. Не знаю, сколько себе оставить. Сколько в маленькие стаканчики рассажу. Посмотрю. Пять штук. Так, ну вот. Вот этих две оставлю. А эти уже три. Пойдут по маленьким. Потому что много тоже. Места в теплице мало. Всего три на четыре теплицы. И как бы впихнуть невпихуемое не хочется. То есть оно не получится. Так вот. Набираю землю, в общем. Везде все одинаково. Вкусные томаты. И красивые. Вот эти вот сержант пеппер. Такие вот прям хорошие. Понравились в прошлом сезоне. Урожайные. Поэтому. Хотя бы два штуки. Оставлю. В прошлом году было три кустика. Два прям хорошо. Так раз. Я почему-то. Один. Что-то вообще какой-то был. Или два было уже. Наверное, путаю. Наверное, два всего было кустика. В общем, один был хороший. Второй был вообще не покущий. Ничего-то не росло на нем особо. Ничего так. Немножко было и все. Так. Но я два все равно оставлю. Потому что. Ну, куда это его? Стакан же у меня. Потому что все равно как бы хороший томат. Пишите комментарии какие-нибудь. Помогайте в этом нашему каналу. Развитию. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Так вот пересаживаю. Пересаживаю. У нас продают томаты. Вот, соответственно, которые вот в таких вот маленьких стаканчиках. 200 миллилитров. У нас продают, наверное, если не соврать, некоторые по 50 рублей. Но у них не берут по 50 рублей. Они потом сбрасывают цену. Продают по 40 рублей. Ну, вроде по 40 рублей все поразобрали. Что еще хочу сказать? Еще хочу сказать то, что нас нас прям осуждают. Мы начали выкладывать вот эту вот бегонию на продажу. Что продаем бегонию. Потом выложили, наверное, еще что мы еще выложили? Еще выложили огурцы. На продажу, что группе в WhatsApp. Выставляли. И люди начали говорить вам, что есть нечего. Вам что вот? Как-то во что не хватает вам средств? Что вы продаете? Что вот этим всем занимаетесь? Вот так вот как-то. У нас, кстати, есть бабушка одна. Она прям вообще, она все делает. Она делает ливерную колбасу. Она делает... Что она еще делает? То ли кто-то палил, то ли нет, уже не помню. В общем, она делает и сало. Сало со специями. Сало бутербродное. Намазку она делает. Она делает манты. Она делает пельмени. Она тоже понасаживает очень много рассады. Все это на продажу. Перцы, томаты. Вот представляете, какой человек молодец. И эту бабушку ее все судят. Что она такая сикаеда. Вот откуда у нее столько сала. Да и вообще вот... Тоже вот такие люди злые какие-то. Злыдные вот такие люди. Ну а им написали там в комментариях. Ну раз вы такие умные, раз вы такие разумные. Ну вы делайте сами. Вы тоже... Ну кто кому не дает. Делайте, выставляйте, продавайте. Вот люди завистые. Люди какие-то вот такие злыдные. Я не знаю почему. Очень много стало таких людей вот именно их-то злыдней. Простите, но вот это правда. Это так вот. Очень много стало людей, которым... Почему-то они считают, что им все обязаны чем-то. Они вот такие вот прям настырные. Такие вот какие-то. Я не знаю. С чем это связано? Такое вот именно обострение у них. А сейчас очень много людей вот именно, которые не совсем здоровы психически. У них весной вообще обострение идет. Правда. Люди есть вообще, они нездоровые. Они этого, наверное, не понимают. И вот это все проявляется в различных вот таких вот качествах и свойствах. Они то пишут что-то, то еще что-то у них происходит. То они куда-то идут, то они еще что-то делают. В общем, люди вот, за которыми должен какой-то быть присмотр, а за ними никакого присмотра нет. В общем, как-то вот так вот. Вот там бабушка, она и колбасу наделает. И из ливера, и из мяса. все это приготовит, уже готовая к употреблению. А всем же, конечно, не угодишь. У всех вкусы разные. Кто-то любит все такое деликатесное, какое-то, да, с магазина, там еще что-то. Или какая-то тетенька вот написала, что она взяла вот эту колбасу, и вернусь с этого у нее. И все, вот прям ей не понравилось, что и собаки не едят, и коты не едят. И такая сякая, ты вот какую колбасу ты продаешь. В общем, всем не угодишь. И вот так тоже не знаешь. Вот кому-то, например, продаж, да, и кто-то может что-то вот так тоже сказать. Хотя, в принципе, да, ну, как бы у всех вкусы разные. Вы сразу понимаете, да, что вот это свое домашнее. Это как бы, может быть, не всем будет как бы по вкусу. Ну, вот так вот, как-то, знаете. Некоторые вот так вот дополнительные берут, так вот, тоже поливаю и землю эту, эту, раскрепаю вот так вот, ну, чтобы корки не было сверху. Поэтому так вот у нас очень многие люди, соответственно, вот что-то вот, если у них есть излишки, они выставляют, продают это и реализуют как-то дополнительный доход. Пенсии не у всех большие, у некоторых пенсии вообще маленькие. У нас у бабушки пенсии, знаете, наверное, тысяча, 14 с небольшим. То есть, ну, прям вообще такая маленькая, как бы вот, ну, совсем. Ей уже 70 лет, нашей бабушке Наде. И пенсия вообще малюсенькая, вот как-то, у кого-то пенсии большие. У некоторых людей, знаете, работают, работают, работают и получают пенсию наравне с тем человеком, который ничего не работал, ничего не делал, сидел дома. И пенсия одинаковая практически. Ну, может, там на какую-то тысячу, или чуть не больше. И все. в государство тоже как-то странно поступает. Там, вроде как, вот сейчас, соответственно, прошла реформа пенсионная. То, что, ну, как сказать, раньше можно было выбрать какие-то вот именно года, где у тебя была высокая зарплата. А сейчас, вроде, там тоже, как бы, какое-то есть ограничение. И то, что выбрать этого нельзя. И людям, как бы, пенсионный фонд назначает зарплату вот как вот захотел, так и назначил. И именно не те периоды, где у них была большая зарплата, а вот те периоды, которые была небольшая. И у людей, получается, пенсия наравне с тем человеком, который ничего не делал, который сидел всю жизнь на попе ровно. В общем, ничего не делал, куда я ножницы делал. И вот так вот, знаете, государство вообще как-то странно поступает. Некоторые люди работают и ничего, пенсию никакую не получают. Другой человек может ничего не делать, не работать, и пенсия у него будет очень хорошая. Поэтому вот так вот небольшое у нас отвлечение произошло от темы томатов. Ну, что сделаешь? Может, кому-то это будет интересно. Потому что, правда, какая-то несправедливость существует. Ну, друзья мои, приближаемся к финалу этого рассадного ящика. Осталась вот одна ячейка. Сейчас начнем возьмемся за эту ячейку. Всего одно семечко было посеяно томата как на бель. Очень он урожайный. И одна семечка это как раз-таки и взошло. Я сейчас его пересажу. Урожайный, хороший томат. Нам очень понравился. И посоветовали в комментариях, чтобы, соответственно, собирали мы свои семена. Что в первом поколении как бы все вот эти свойства именно наверное поглубже заглублю. Все свойства томата этого сохраняются и как бы можно собирать свои семена. Поэтому попробую наверное в этом году собрать. Хоть бы мне земли хватило. Так вот. Пересаживаю. Вкусный, хороший. И еще этот томат у нас болел вершинной гнилью. Было наверное знаете процентов 30. Именно поражение вершинной гнилью. И хорошо, что Софья тоже друг по Ютубу подсказала то, что нужно в лунку именно при высадке томатов добавлять доломитовую муку. Нужно будет еще купить доломитовую муку и именно при высадке томатов именно тех, которые склонны к вершинной гнили еще добавлять доломитовую муку. Так, ну вот один томатик. Так, где у меня бумажки. Так, корнабель. Сразу его подпишем, чтобы не забыть, не перепутать, потому что он-то один-единственный хорошие семена. Это от 7 семян торговой марки. Там еще, кстати, одно семечко в прошлом году было посеяно, в этом году тоже одно. И еще вот одно осталось. Каждый год по одному семечку. Томаты очень вкусные, знаете, такие вот как можно сказать десертные, что ли. брали мы их на пикник, на бутербродах. Вообще очень вкусный томат. Поэтому его обязательно посеем. Даже если вот он, ой, ну высадим. Даже если вот он болеет этой вершинной гнилью, это тоже не страшно. Попытаемся как бы его обеззаразить, так скажем. Так, ну еще вот один томат, здесь не пойми какой еще вырос, но вот один томат это у нас гиспаттер. Тоже очень урожайный хороший томат. Вот этот я отдельно просто высажу, потому что это я просто семечку уже не помню какого сорта туда всыпал, потому что ей в паттер не всходил. Ну вообще на ничего не взойдет, но потом в итоге вот один томат зашел. Это просто будет тогда без названия какой-то томат. То ли это смуглянка, то ли какой, я не помню уже точно. Или басоль какую-то семечку добавлял. Чтобы лечейка не пустовала, но потом вот взошел. Тоже проливаю все. В общем, евпатор супер такое урожайное, он ничем не болеет практически до самой осени. так сразу туда вот. Поэтому очень хорошо его выращивать. И вот хотя бы один кустик должен быть обязательно. До октября месяца у тех, у кого зима поздно приходит, до самого ноября месяца он будет в хорошем состоянии, будет расти, радовать и урожаем, и вообще всем, чем только можно. земля. Сыпал с те томаты, которые на краю вот именно не так близко к окну, они вот видите, у них корневая какая-то неразвитая, не такая как у тех, которые прям к солнышку ближе. Может быть теплее, может еще чего. Пересаживаем по-быстрому, в теплице уже холодает, уже наверное сейчас 17 градусов. Успеть по еще дома тоже есть кое-какие томаты не знаю успеют те пересадить или нет уже. Потом все надо будет накрыть, потому что ночью вдруг может быть заморозок. Накроем в несколько рядов укрыл и томаты перезимуют эту ночь. Накроем ночь. Кто-то пишет хороший, кто-то пишет невкусный. У всех, наверное, тоже все-таки разный вкус. Кому-то нравится, кому-то нет. Я все 4 томата пересажу в большие стаканы, потому что хочу на своем опыте проверить, что это за такой вот сорт. Потому что многие хвалят, говорят, что ой, какие хорошие томаты. Так нравится, уже очень долго выращиваем. Кто-то пишет, ой, какой невкусный, зачем вы его купили? Не высаживайте, не тратьте силы, не тратьте время. Кто-то не знаешь, кому верить. То ли одним, то ли другим. Надо по своем опыте все проверять. По своей устойчивости к болезням, интуиция тоже типа Евпатор, но им написали, что она более сладкая. Евпатор, он такой пресноватый. Ну, как бы для салатов тоже все равно неплохо. Для каких-то заготовок тоже неплохо. Но вот интуиция, она должна быть более сладкая. Поэтому посмотрим. 4 томатика, все пересадим. Наверное, земли не хватит. Думаю, что не хватит. Ничем не болеет. Тут листва у него такая прям зелененькая вся. Хорошая. Пулевая просто обычная вода. Ничего не добавлено. Обычная вода. Никаких ни подкормок, ничего. Земля хорошая. Знаете, главное, землю хорошую пересадить. Тогда не надо будет с подкормками совсем возиться. Десять раз на дню подкармливать. Всякой ерундой страдать. Я считаю, все-таки надо хороший грунт подобрать. И тогда все будет нормально. Зачем каждый раз с этими подкормками. Некоторые блогеры, они прям с ума сходят на этих подкормках. Все кормят и кормят. Что не видел, то кормежка, то совок, то лопатка, то еще что-нибудь. Особенно, знаете, кто-то, наверное, будет говорить, что ой, какая хорошая. Но мне не нравится Юлия Миняева в последнее время. Я и до этого как бы ее не особо-то прям смотрю. Вообще так редко, очень редко. Но сейчас это прям вообще какой-то кошмар. Выкладываю то в какие-то коврики для проращивания. То какую-то, извините, но всякую ерунду. Уже вот просто вот... Ну, что бы просто для видео. Уже, наверное, лучше бы что-то обычное, простое снимало, чем вот эту всякую ерунду. Втюхивать будем. То коврики, то какие-то... То ли... Ну, что-то для проращивания. Какую-то ерунду. Ну, просто в землю посеяли и все сходит. Всякую какую-то бредятину. Показывай. То еще вот что-то такое. Мне, конечно, напишут, какое ваше дело и так далее. Ну, правда. Ну, в последнее время смотреть просто нечего. То какой-то бабушкин способ. Томаты там вот высадила в ящик. Бабушкин способ. Ну, то сказал, что это бабушкин способ. Так бабушкин способ так не делал. Бабушки рассаживают все по стаканчикам. Вот это бабушкин способ. А не в ящик кучей засадить. Это вообще никакой не бабушкин способ. Вот, в общем, только то китаец какой-то там какой-то посоветовал. Вот всякую такую ерунду какую-то пишут, чтобы их смотрели вот только. Китаец посоветовал там какие-то томаты вот именно выращивать именно таким образом. Всякую старую, такой пишут старый китаец там насоветовал. Ну, просто бред. Всякие. Так, ну все. Ладно. В общем, подписываю, эти тоже пересаживаю. И потом мы снова с вами встречаемся. Какие будут у нас результаты. Ну вот, друзья, на сегодня я завершаю пересадку томатов. Сейчас все накрою. В общем, вот столько получилось томатов пересадить в 500 миллилитров стаканы. И вот столько томатов в 200 миллилитровые стаканы. В общем, еще остались дома. В общем, завтра надо будет продолжить. И еще и высадить те. Там коробочка небольшая, тоже такая ячейка, 6 ячейок. И еще, наверное, две. Две таких тоже небольших коробушки. Надо будет тоже все рассадить. Наступает вечер. Площадь укрывания увеличивается. На всякий случай вот так вот все наброшу. Мало ли. Хотя там плюс один, плюс два. Но всякое может быть. Поэтому лучше перестраховаться. Накрыть. И пускай все будет целым. Снег практически растаял. Скоро надо будет те уже и грядки прибирать. Так вот в садике. Ну, это уже к майским праздникам только. Всем спасибо за просмотр, за внимание. Всем всего доброго, счастья, здоровья. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok